А я вам сейчас расскажу про фигуры из камня, которые мы изготавливаем из разных камней, и немного подробнее по ним пройду. У нас есть каталог, в котором представлено несколько фигур с описанием, с их размерами и с наименованиями камней. То есть каталоги у нас находятся в офисе, можно их полистать и определиться, какая вам фигура больше нравится, если вы хотите такую фигуру видеть у себя на мемориальном комплексе. Она действительно его украшает, передает необычный вид и делает захоронение и само благоустройство очень нежным, трогательным. Вот давайте я вам сейчас покажу, как они в реалии выглядят. Вот здесь вы видите такого мальчишку, ангелочка, у которого сидит птичка на руке. Вот сам ангелочек и колонны изготовлены из одного камня. Это турецкий мрамор Мугловайт. Посмотрите, ангел он не полированный, это просто грубая, иногда средняя обработка в зависимости от элементов. А колонна и постамент колонны, они полностью полированы. Посмотрите, даже в этом варианте один и тот же камень сильно отличается. И там, и там белоснежные, но на колонне видны прожилки, которые свойственны для этого мрамора, серые прожилки. На неполированном же ангелочке никаких прожилок не видно, как будто бы это снег. Вот есть у нас еще одна фигура, такая нежная девчонка, которая сидит и молится. Она изготовлена из российского камня, мансуровский. В данном случае она выглядит, конечно же, темнее, чем ангел из белого мрамора, но на расстоянии нескольких метров она выглядит очень нежно. И здесь при искусственном освещении, ну прям видны вот различные точечки. На свету, под солнцем, все сглаживается, выглядит просто потрясающе. Я еще хочу обратить внимание на то, что не всегда белый мрамор, ну ангел из белого мрамора будет идеально смотреться на захоронении. В некоторых случаях лучше именно вот из такого мелко-мелкозернистого камня российского происхождения. И здесь вот к сравнению вы видите еще одного ангелочка, такую очаровательную барышню, которая немного пригорюнилась, устала, возможно. Она тоже изготовлена из турецкого мрамора мугла-вайт, и выглядит просто потрясающе, с очаровательным личиком и с замечательной позой. Я хочу еще вам дополнить к теме о фигурок из камня. Вот мы еще режем такие вот небольшие фигурки. Смотрите, девчонка сидит, просто грустит, а вот девчонка и к ней прилетела птичка и спрашивает, что здесь такое. И вот эти фигурки очень замечательно подходят для того, чтобы их поставить на какой-нибудь кубик, на маленькую поста, подставку рядом с камнем, или в голове, или в ногах. Здесь уже можно комбинировать. И вы не представляете, насколько такие небольшие элементы архитектурные освежают благоустройство, делают его супернеобычным. Даже просто самый стандартный памятник, самое стандартное благоустройство с бейсером, с керамогранитом просто становится ярким и необычным благодаря таким элементам. Здесь мансуровский камень, это аврора. Могут быть совершенно разные камни. Габра может быть, может быть, Куру Грей, такой более ровный, с зеленоватым оттенком камень. Вот он в таком виде получается, чтобы вы могли сравнить. Может быть, Блю Перл. Может быть, вот такой потрясающий лабрадорит, тоже норвежский камень, с такими крупными зернами. То есть разнообразие огромное. Можно ее маленькую изготовить из мрамора. Посмотрите, как замечательно она будет смотреться на вот таком вот постаменте. Просто класс. Я сильно рекомендую.